Ребята, всем привет! Меня зовут Виктория, я рада приветствовать вас на своем канале. Я продолжаю гулять по Нью-Йорку и предлагаю вам сегодня пройтись вместе со мной по Уолл-Стрит. Я сейчас нахожусь в самой южной точке Манхэттена. Здесь вот такие прекрасные виды открываются. А прямо уже за парком находится Статуя Свободы. На каждом углу находятся вот такие фургончики. В этих фургончиках вы можете купить что-то, покушать, попить или купить мороженое. На каждом углу находится разметка. Это очень удобно. Светофоры выделены желтым цветом. Очень многих жителей Нью-Йорка есть собаки. Вообще разнообразных пород. Гуляют с ними по парку, по улицам. Своих собак они также берут в торговые центры, магазины, кафе. Это вообще тут нормально. Посмотрите, какие красивые здесь здания. Когда ты гуляешь по Нью-Йорку, ты постоянно ходишь с поднятой вверх головой, потому что здание просто до небес. Такие сувенирчики. Можно приобрести стаменифтый бык. Статуя Свободы. Фургончики с едой здесь очень популярны. Очень на многих зданиях вы можете увидеть флаги. Чтобы перейти дорогу, нужно подойти к светофору и нажать вот эту кнопочку. И тогда загорится светофор. Здесь расположим музей. Если будете гулять по Бродвею, то направляйтесь к южной части Манхэттена и обязательно попадете к этому музею. Напротив музея расположен небольшой парк. Здесь был фонтан. Но сейчас он выключен. По городу курсируют вот такие двухэтажные автобусы, которые проводят экскурсию по городу. А мы сейчас с вами подойдем к еще одной достопримечательности города. Это бык. Бык на Волл-стрит. Посмотрите, к быку уже выстроилась очередь. Так как сейчас еще не закончился коронавирус, людей в городе немного. И, соответственно, очередь не очень большая. Чтобы у вас была удача, быка необходимо погладить за рога. Но быка гладят не только за рога. Вот можете наблюдать, где его гладят. Если его погладить там, то у вас будет все классно в финансовом плане. Вот так выглядит этот бык. Чтобы сфотографироваться, необходимо отстоять вот эту очередь. Но очередь двигается очень быстро. Вот так выглядят американские желтые таксишки. Конечно, в Америке не только желтые такси. Желтые такси катаются исключительно по Манхэттену. И они самые дорогие. Также здесь уже развит очень Убер. И, например, в Бруклине такси выделены зеленым цветом. Ярко-зеленым цветом. Вот такое красивое здание находится рядом с быком. Многие не просто фотографируются, но еще залазят до этого быка. И, кстати, недавно этот бык был очень сильно поврежден из-за таких вот фотографий. И его реконструировали. Все, я сделала свою порцию фотографий. Хотела сказать, что на самом деле сделали классно, когда поставили вот этот забор. Потому что в прошлую мою поездку здесь было просто невозможно протолкнуться и сделать фотографию. Просто друг на друге все стояли. А сейчас классно. Вот как сдалека все это выглядит. Заборчик. И вот люди стоят очень ждут. Когда ты приезжаешь в Нью-Йорк, ты думаешь, что будешь гулять, но ослаждаться видом. И у тебя вот так вот все будет. И ты будешь видеть это. На самом деле, ты постоянно видишь вот это. Постоянно. Практически над каждым зданием сделаны вот такие сооружения. Вообще, эта улица знаменита тем, что здесь проходит очень много бродвейских шоу. Но сейчас коронавирусы, по-моему, они до сих пор не возобновлены. Что касается масок. Именно на Манхэттене многие продолжают носить маски. Но в других районах маски уже практически не носят. Ну, в магазинах, в аптеках, в банках, в метро, конечно, все в масках. Их надевают вот так. А на улице многие без масок. Потому что жарко, и так вообще невозможно было бы дышать. На бродвее находится много продуктовых магазинов. Это очень удобно. В городе очень шумно. Везде постоянно что-то строят, что-то ремонтируют. Сирены, пожарные, скорые помощи. Поэтому постоянно шум. Так вот выглядят станции метро. А я сейчас нахожусь рядом с церквой Троицы. У храма небольшой красивый дворик. Рядом с храмом расположена станция метро. Вот так выглядит вход станции метро. Посмотрите, какие красивые скульптуры находятся на здании. Часы. Здание церкви построено в неоготическом стиле. Но, к большому сожалению, сейчас вход в него закрыт. Сейчас внутри ведутся какие-то, видимо, реконструкции. И сразу здесь же, во дворе храма, расположено небольшое кладбище. И на 70%. Ваш кабинет. Продолжение следует... Продолжение следует... Многие улицы очень узкие выглядят вот таким образом. По городу очень много зон для отдыха. Сразу за мной находится небольшой красивый парк, в котором можете просесть, отдохнуть и покушать. Посмотрите на эту скульптуру. Брокер с Волл-стрит. В городе находится очень много людей с больной психикой. И порой это очень сильно пугает. Я сейчас покажу мужчину, который просто ходит по улице и что-то выкрикивает. Он ходит на всех, кричит, ругается. Начал подходить к какой-то женщине. Но как только подошла полиция, он сразу успокоился и ушел. В городе располагаются такие сувенирные магазинчики. Кстати, посмотрите, на Манхэттене не только красивые здания, но есть еще и в таком состоянии. На этом наша прогулка сегодня окончена. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте класс этому видео. Всем пока!